МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда перед Бесланским терактом, перед терактом в Беслане, в группу Шамиля Басаева заслали одного из ходов. Был такой осетин, которого заслали в его группу с тем, чтобы он внедрился в группу и давал информацию ФСБшникам. Он пришел и об этом заявил Шамилю Басаеву, что он заслан в его группу с тем, чтобы информировать российские спецслужбы. И Шамиль Басаев дал ему задание. И они организовали теракт во Владикавказе и убили курсантов. Взорвали автобус с российскими курсантами во Владикавказе. С тем, чтобы вот этот ходов внедрился в группу Шамиля Басаева. То есть они могут жертвовать кем угодно, лишь бы достигнуть своей цели. Для них, как говорится, все методы приемлемы для достижения своей цели. Армии и военные представляют реальную угрозу для существующего режима. Не только в России, но и в любой стране армия играет очень важную роль. Это была единственная структура, единственное ведомство, которое не контролировало ФСБ этой системы на все 100%. Да, там были свои люди. Да, там был Шойгу, коррупционер и его окружение, которые грабили страну и делили между собой вот этот пирог, который был создан для укрепления вооруженных структур России. Ну, на самом деле произошла просто дележка. И необходимо было эту структуру взять под контроль. Особенно их слабость и их недееспособность и нехватка всего, что необходимо для военных, оно проявилось в результате вот этой военной агрессии против Украины. Когда начались активные боевые действия, было понятно, что нет ни армии, ни силовой составляющей, ни военной промышленности, нет ничего. И, естественно, это произошло именно потому, что просто коррупционеры, и сколько бы ни меняли людей, эта система тоже не изменится. И поэтому, если говорить о последствиях Пригожинского, так называемого псевдобунта, вот это произошло самое значимое, что вот взяли под контроль Министерство обороны. С самого начала, с 98-го, с 99-го года, возьмите любой такой крупный террористический акт, где проводились хотя бы на уровне каких-то стихийных, проводились какие-то расследования на уровне журналиста, правозащитников. Везде и во всем везде проявлялась рука ФСБ. И это доказанный факт. А в последующем они приобретали такой характер, что в Страсбургских судах были доказаны, что Норд-Ост был организован российскими спецслужбами. Беслан был организован российскими спецслужбами. Матери жертв Беслана подавали иск в Страсбургский суд, и они выбрали этот суд против России и против российского государства в связи с этим терактом. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что все эти процессы, которые мы наблюдаем, эти теракты, они управляются, и за ними стоят российские спецслужбы. Вот по поводу взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. На уровне Государственной Думы, тогдашний председатель Государственной Думы Селезнёк после одного очередного взрыва, взрыв был на Каширке, а он огласил во время заседания, что взрыв произошел в Волгодонске. А в Волгодонске взрыв произошел спустя три дня. Дело в том, что спец домов и городов, где должны пройтись взрывы, они у них уже были. Просто Селезнёк немножко перепутал дату и время. Через три дня был взрыв в Волгодонске. То есть, если мы найдём то, о чём вы сейчас только что сказали, что ФСБ сделало это, последовательно произошло вот это. Всё это планируется, и ими это управляется. И никакие жертвы им не мешают для того, чтобы проводить такого рода... Их не останавливают никакие жертвы. В 1998 году, когда директором ФСБ стал Путин. Из этого времени мы наблюдаем процессы, где идёт активизация и так называемые исламские террористические организации, которых назначили таковыми для того, чтобы создать общего врага. После трансформации СССР в СНГ не было общего врага у этих двух систем, которые просуществовали. Это Запад и СССР. В последующем необходимо было выработать, найти какого-то общего противника с тем, чтобы объединять усилия и взаимодействовать. И вот был выдуман и придуман вот этот так называемый исламский экстремизм и радикальный исламский терроризм. Всё это было сделано заблаговременно с тем, чтобы прийти к тому, что сегодня мы наблюдаем. Сегодня мы наблюдаем, что Россия пытается использовать этот факт и внутренней политики, и внешней политики. И с 1998 года Путин практически использует теракты, пришёл к власти. Путин использует теракты и войны, которые он развязывает из-за каких-то террористических атак, атак, актов, он продолжает оставаться у власти. Поэтому это теракт и террористические акты – это основа путинской системы и путинского режима. И поэтому то, что мы наблюдали в Махачкале, в Дербенте, и перед этим то, что мы наблюдали в Подмосковье теракт – всё это управляемые процессы с тем, чтобы выгадать из этого какую-то пользу. А какая из этого может быть польза? Путин проигрывает в Украине. Это он понимает. При всех тех ротациях, которые выгнали, при всех тех рапортах, бравадных рапортах, что вот это взято, это оккупировано, продвигаемся вперёд, они застряли. И чем дальше, тем хуже будет ситуация на полях военных сражений. И это он понимает. И необходимо сделать так, чтобы каким-то образом изменить эту ситуацию. А эту ситуацию можно изменить только расколов западных обществ, которые поддерживают сегодня Украину в их праведной войне. А и террористические акты, и использование исламского фактора в этих вопросах, это и есть тот конёк, на который рассчитывал Путин изменить ситуацию и расколоть западные обществы. Тракты начались, я об этом вчера говорил вашим коллегам, в России. Но они могут планомерно перейти в Европу. И якобы никто не должен заподозрить в этом Россию и Путина. Но здесь, на Западе, найдутся те, которые будут призывать и Соединённые Штаты Америки, и Европейский Союз, и все те страны, которые активно поддерживают Украину в их войне, найдутся голоса, которые будут призывать договориться с Путиным. Так как у нас враг общий, и этот общий враг наносит удары по нашей цивилизации. И будет это выглядеть и выдано как исламская угроза, как террористическая исламская угроза. И в этой ситуации Путин снова может быть востребован не только для российского быдла национал-шавинистов, но и для европейцев, которые в нём души не чаяли последние 15 лет, и сделали из него тем, кем он стал. Поэтому это всё ещё на поверхности. И Путин рассчитывает вернуть ситуацию к тому периоду, когда он был востребован на Западе и он слылся борцом с международным исламским терроризмом. Он слыл демократом самым праведным и честным. И поэтому вот всё эти расчёты и попытки, то, что мы наблюдаем там, связанные с теракторами, направлены, на мой взгляд, вот на такой исход событий. Я не думаю, что в России произойдут какие-то протестные акции или какие-то изменения в регионах из-за терактов. Потому что Россия и россияне к этим терактам привыкли. Точно так же, как Путин реализовывает эти теракты, российская общественность к ним привыкла. Поэтому никаких взволнений в связи с этим не будет. Я абсолютно в этом уверен. И то, что вы сейчас только что озвучили, я уверен, что это озвучили через Кадырова, попытались озвучить и донести свою позицию по этим вопросам. Кадыров ничего не делает сам. За него могут прокомментировать или ему могут дать заявление, которое якобы от его имени должен кто-то озвучить. Или он сам должен его озвучить. Поэтому Кадыров не причастен к этим терактам. И он не играет абсолютно никакой роли. Кадырова задача другая. Это дискредитация чеченцев, чеченского народа, поддерживать и показывать лояльность Путину и демонстрировать усмирение Чечни и чеченского народа, которые боролись за свою свободу и независимость. И разрушать изнутри многовековые устои чеченских традиций, обычаи и создать новый образ и новый негативный образ и имидж чеченцам и чеченскому народу. Вот это задача Кадырова, которую он реализует. А на другие какие-то процессы он не влияет, кроме каких-то криминальных моментов, которые ему позволяют те, кто его курирует. Нужно ожидать, будет что-то еще похлеще и пожестче и пожестоке, то, чем мы наблюдали все эти дни. Это и Подмосковье, и то, что в Дербенте и в Махачкале произошло. Значит, последнее Путин слова еще не сказал. Может, он скажет, когда российские спецслужбы эти террасы перенесут в Европу, вот тогда может Путин сделать какое-то заявление. Михаил Ильич, еще в годовщину бунта Пригожина произошло ряд событий. И тоже Владимир Отечкин и его источники перво опубликовали эту информацию. Я поэтому цитирую, что сотрудников и менеджеров Пригожина арестовали и задержали аккуратно в годовщину. Это было связано с фабрикой троллей. В общем, менеджмент Пригожина. Как вы считаете, а почему это было сделано? Для чего? И почему именно в годовщину бунта? То есть вот воскресенье, понедельник, это были эти два дня, именно в эти даты произошли задержания, аресты и так далее. Ну, значит, какие-то финансовые потоки, которые направлялись туда или направят туда, нужно это перепоручить какому-то уже каким-то непосредственно своим людям. Те менеджеры, которые обслуживали до этих пор, значит, их нужно было отвезти от кормушки. А сейчас самый удобный момент, это через прокуратуру, через следственный отдел обвинить их и заменить уже другими, которые должны будут продолжать ту же политику, но только уже это будут новые люди, это будут уже те, кто будут лояльны до конца и Путину, и этому режиму. Ахмед Халидович, как вы оцениваете перестановки в Министерстве обороны? Вы уже затронули эту тему, но все-таки на самом деле все это произошло аккурат после инаугурации Путина. И как только Путин в очередной раз переизбрался, он сразу поменял всех. Он устранил Патрушева, он устранил Шойгу. Да, Шойгу есть, но он сегодня глава Совета Безопасности, не присутствовал ни на одних международных встреч, визитов ни в Китай, ни в Северной Корее, ни в Беларуси. Патрушева и его сына также не было. То есть Патрушев предсоветник по судостроению, ну а, соответственно, фонерный маршал получил свою должность, и все называют ее фонерной. С чем вы это связываете? Почему это произошло именно сейчас? Ну, я этому не придаю какое-то значение, которое могло бы иметь какое-то политическое значение. Ну, Патрушеву сколько лет? Ну, под 80 лет, наверное. Он немолодой человек. А столько, сколько, что он сделал за все эти последние 30-40 лет, человек элементарно должен был бы даже начать отдыхать или лечиться. Поэтому его никуда не дели. Его никуда не дели. И я думаю, что это с его согласия он отправлен как бы в почетный отпуск. Но при этом он еще остается помощником Путина по корабельному строительству. Ну, он как бы в обойме, и в то же время у него нет конкретных задач, которые на него возлагаются, которые на него возлагали все эти 30 лет бытность Путина президентом. Я думаю, что это уже как бы заслуженный отдых для Патрушева. И таким же образом и Шойгу, может быть, отойдет в последующем от всего этого. А Путин набирает молодых людей, молодую кровь. Ну, кого он набирает? Он набирает людей, детей из этой системы. То, что мы наблюдаем в Чечне, когда Кадыров назначает 17-летних, 16-летних своих отпрысков, родственников, близких родственников, это же Путин все это опробовал на Чечне, как и любые, как и другие формы. Сначала все методы, которые в последующем переносятся на всю Россию, они пробуются в Чечне, и вот над чеченцами проводятся эти эксперименты, а потом уже все это переносится. Вот именно для того, чтобы уже начать процесс привлечения родственников, вот тех, кто управляли все эти годы, и была сделана демонстрация кадыровских отпрысков, которые нам представляли министрами, вице-премьерами, кураторами и прочее. Сейчас это все уже началось иметь, все это теперь началось в самой России. И Путин таким образом окружает себя уже более молодыми, которые еще повязаны через своих родителей, повязаны и кровью, и коррупциями в этой системе. Ах, Михайлович, считаете ли вы, что Дюмин это возможный преемник, и что у него там еще может быть конкурент, младший Ковальчук? И считаете ли вы, что в принципе российский диктатор может предоставить преемника при жизни, или для него это будет равносильно как бы смерти, никаких преемников при жизни не будет? Я уверен в том, что при жизни Путина никаких преемников не будет. он это не сделает, потому что как только у него есть угроза, только как только он об этом заявит, он может перестать существовать, он может просто погибнуть и умереть. Поэтому я не думаю, что при своей жизни он объявит кого-либо своим преемником. Михайлович, сейчас вот на Петербургском экономическом форуме впервые появились публично две дочери Путина, и вот тот же Владимир Афичкин у меня в интервью на моем ютуб канале Даша Счастливая рассказывал о том, что в принципе Андрей Белоусов, нынешний министр обороны, является креатурой дочери Путина Екатерины Тихоновой. Как вы считаете, что это означает? Вот новый министр обороны, формируется некий клан-семья, и я уже не говорю про Цивилеву, которая является двоюродной племянницей Путина, которая заняла должность замминистра обороны, то есть как бы племянница Путина замминистра обороны. То, о чем мы и говорим, начали все это в Чечне, и теперь это все переносится. Я совершенно согласен с Косричкиным, он, наверное, знает, но дети или дочери Путина давно уже вовлечены в структуры, в определежки вот этого пирога, который они миллиардными состояниями переписывают и перераздают друг другу. Поэтому они вовлечены в пределы, а сейчас они появились публично, то есть понемногу, понемногу их вытаскивают на первый план. Но опробовано это было, вы вспомните про дочерей Кадырова, которые начали с Министерства культуры, там, здравоохранения и прочее, прочее. И все, теперь это все российским обществом это было принято, законы это не позволяют, но все незаконное сначала опробуют в Чечне есть, если нет реакции или просто делать так, чтобы привыкли к этим вещам, потом это все переносится на уровень, федеральный уровень или на центр. Вот все элементарно очень просто. Владимир Владимирович, тоже вот интересно было же сказать, вот мы с Владимиром Российским обсуждали, что в период между инаугурацией и празднованием Дня Победы в Кремле по его источникам генералы готовили бунт, но бунт этот был каким-то образом ликвидирован, еще не начавшись. Насколько вообще, по вашему мнению, возможны перспективы не дворцового переворота, а вот армейского переворота, генеральского бунта? И не поэтому ли после этого Путин через Белоусова начал эти аресты, чистки в Министерстве обороны и в Генштабе? Началось это еще год назад, полтора года назад, когда Пригожин начал критиковать военных, вернее, Кремль и руководство Министерства обороны, и вот этот бунт, он, в принципе, выявил всех, кто может быть потенциальной угрозой для существующего режима, и пошли зачистки там. Поэтому я не думаю, что на сегодняшний день возможен какой-то генеральский бунт. Это будет возможно только после военного поражения или после явно открытого начала поражения российской армии в Украине. Только после этого возможны какие-то резкие изменения и резкие изменения и протестные акции именно военных против существующей системы. Я это допускаю, но не сейчас и не сию минуту, потому что пока Путин всю эту ситуацию контролирует. Ахмед Харидович, вот еще вышло расследование о Рамзане Кадырове. Вы смотрели это расследование большое, масштабное, там уже много просмотров. Да, я просмотрел это. Я вчера комментировал. Мне очень интересен ваш взгляд, потому что на самом деле расследование мощное и очень много там обвинений, колоссальные обвинения. Как вы оцениваете это расследование у Рамзана Кадырова большой журналистский материал? Так, я могу только повторить то, что я сказал вчера. Даша, это может быть для тех, кто как бы все эти 20 лет не наблюдал за теми процессами, которые происходили в Чечне и самой России по отношению к Чечне. есть какие-то новости для них. Для меня не было ничего нового в тех эпизодах и для большинства людей, которые живут в России, в руководстве находятся и в Чечне, и в России, не было ничего нового. Все эти эпизоды, все эти моменты, которые вызвали интерес у украинской общественности, у журналистов, у европейского сообщества, это для нас были знакомы. Самое главное, для меня этот фильм не был анти-Кадыров, этот фильм был не против Кадырова, это был анти-чеченский фильм и анти-чеченский проект. Таким образом утверждался или создавался негативный образ всего чеченского народа и чеченского общества. Ни в этом проекте, ни авторы, ни участники, никто не говорит, почему это возникло и почему это стало, и никто не проводит параллели Чечней 90-х годов, когда Чечня существовала как независимое государство и то, что произошло после так называемой российской оккупации Чеченской республики и чеченского государства. В этом отношении я это рассматриваю именно как анти-чеченский проект, потому что для того, чтобы отвлечь внимание от то, что происходит сегодня в России. Знаете, если по существу то, что мы с тобой говорили, мы с вами говорили чуть раньше, что все отрабатывалось в Чечне, потом переносится. Вот фильм, который мы наблюдали и сделан был он как антикадыровский, он отражает это зеркальное отражение сути России, сегодняшней России, начиная с самых верхов, самых верхов, начиная с Путина. Любого из этих чиновников возьмите, у них такая же история, которую нам продемонстрировали в фильме Кадырова. И многоженство, и коррупция, и преступления, и военные преступления, и преступления против человечности, все это имеет место в той системе, которая выстроилась против Путина. И в Чечне эту ситуацию создали именно русские, именно российское правительство и российские политики, которые поддерживали все эти годы войну в Чечне и агрессию России против чеченского государства и против чеченского народа. Ахмир Владимирович, в завершении нашего сегодняшнего фильма хотел бы у вас спросить, как вы считаете, почему Путин лично встречался с сыном Рамзана Кадырова, чтобы поздравить его со свадьбой? Почему такие публичные жесты с фотографиями, с информацией от Пескова и так далее, с публичным освещением? Ну, дело в том, что то, что сейчас происходит в Чечне, Путин и Россия не только кадыровские дети, там замешаны, там задействованы дети всех тех военных преступников из ближайшего окружения Кадырова. Они сейчас начали делать просто ставку на уже отпрысков. В случае изменения ситуации в самой России или из-за Украины, или из-за войны Украины в России могут начаться когда наступит поражение, в России могут начаться дезинтеграционные процессы, дезинтеграционные процессы. И вот в этой ситуации, чтобы не только отцы, которые являются манкуртами и коллаборантами, но и теперь их отпрысков привязывают к вот этой кровавым преступлениям, которые совершались и совершаются в Чечне, с тем, чтобы у них не было даже в уме каким-то образом измениться или переметнуться и стать против существующей системы и против того, что Путин создал или эта система создала в Чечне. Это для этого они и привлекают детей. Начать нужно с самого главного коллаборанта, это Кадыров. Это пример тем, кого они могут задействовать еще. Вот видите, насколько власть лояльна тем, кто сегодня поддерживает эту Россию, эту систему, которую ведут войны и в Чечне, и по всему миру, и в частности в данном случае в Украине. Именно после инаугурации и вот после этих встреч Кадыров и заверил Путина, что он наберет 10 тысяч добровольцев, которые поедут в Украину воевать. КОНЕЦ